Добрый вечер, друзья! Меня зовут Микс Хок, и это инфовыпуск на канале Континент. Сегодня вторник, 12 марта, и я расскажу вам о некоторых событиях сегодняшнего дня. Ну и начнем, пожалуй, со слушаний в американском Конгрессе. Помощник начальника полиции Капитолийского холма Шон Галлахер заявил законодателям сегодня, что хаос 6 января 2021 года был вызван реакцией правоохранительных органов на наличие самодельных бомб, но добавил, что беспорядки, происходящие в Капитолии, все же имели приоритет в режиме реального времени. Галлахер сделал эти комментарии во время слушаний под названием «Три года спустя. Оценка реакции правоохранительных органов на многочисленные самодельные бомбы 6 января 2021 года». Слушания являются частью серии расследований под комитета по надзору председателя комитета по управлению Палаты представителей Берри Лаудермилка, республиканца из Джорджии, направленных на разбор полетов, так сказать, демпартий и их так называемого специального комитета 6 января, который возложил вину за беспорядки на президента Дорленда Трампа и несколько малозначительных стычек, спровоцированных противниками Трампа, объявил попыткой государственного переворота. Во вторник Лаудермилк организовал серьезное расследование по тем самым самодельным бомбам, самодельным взрывным устройствам, которые были обнаружены в ряде мест Вашингтона, столице Соединенных Штатов, и которое заслужило всего пять мимолетных упоминаний в 845-страничном отчете демократов о 6 января. Об этом он говорит в своем собственном отчете, который был опубликован вчера, и вот сегодня начались слушания и расследования. Сегодня республиканцы посвятили слушаниям по этим самодельным бомбам более полутора часов. Никто так и не был арестован за эти бомбы, которые были оставлены в частности у штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии и Национального комитета Республиканской партии 5 января за день до событий. Правда, бомбы эти так и не сработали. Геллахер повторил свое признание относительно бесчисленных неудач полиции Капитолийского холма 6 января, но сказал, что первопричиной может быть непосредственно нехватка офицеров. Я процитирую его слова. Я хочу быть откровенным и честным. Полиция Капитолия США не уклонилась от неудач того дня. Эти неудачи привели к плохой работе, простите, явились следствием плохой работы руководства полиции Капитолия и вовсе не самих рядовых полицейских, которые были в меньшинстве. Конец цитаты. Ну, собственно, мало у кого возникали какие-либо сомнения по поводу того, кто действительно был виноват в том, что так отвратительно работала полиция. И, кстати говоря, мы очень надеемся, что в ходе этого расследования будет также выяснено, на каком все-таки основании президенту Трампу было отказано в том, чтобы привлечь дополнительные силы к охране Капитолия и вообще охране столицы в день 6 января. Более того, Галлакер сказал, что даже если бы у него было больше офицеров, он направил бы их на подавление беспорядков, а не на расследование самодельных бомб. В тот день было ранено более 80 офицеров, а двое наших героев позже покончили с собой, сказал Галлакер. Ну, ранения в 80 человек, скажем так, ну, все это уже очень начинает напоминать тяжело пострадавших ОМОНовцев на митингах в Москве, например, от брошенного пластикового стаканчика. Ну, а что касается покончивших с собой на самом деле сотрудников, то здесь возникают действительно очень серьезные вопросы, что побудило их к совершению подобных действий. Ну, мы посмотрим, чем закончатся эти расследования, хотя, в общем, примерно себе мы это представляем. Бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия одержит победу над Украиной, побежденный президент Владимир Зеленский почти наверняка будет казнен. Выступая еще на прошлой неделе на мероприятии в Гудзоновском институте, Ньюс Макс, телеканал Ньюс Макс, заров вопрос Помпео, будет ли победа России в двухлетней, пока еще войне с Украиной, означать смерть Зеленского. Меня никогда раньше об этом не спрашивали, ответил он, но это почти наверняка правда. Путин, вероятно, отправил бы его в ГУЛАГ, а затем мы услышали бы, что он умер вскоре после этого. В этом высказывании была очевидна отсылка к недавней смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в российской тюрьме в арктической зоне после трех лет тюремного заключения. Бывший директор ЦРУ назвал Путина разжигателем войны, нацеленным на геноцид, который не может руководствоваться логикой. На том же форуме Помпео спросили, рассматривает ли он возможность еще одного пребывания на посту главы администрации Дональда Трампа. Конечно, сказал он, сообщив, что недавно встречался с бывшим президентом в его доме в Мар-а-Лага, чтобы обсудить несколько важных вещей. Близкие к Помпео источники говорят, что выпускник Вестпойнта и ветеран армии США очень хотел бы стать в будущем кабинете Трампа министром обороны. Позже Помпео повторил свой интерес к присоединению к администрации Трампа в интервью, которое он давал в воскресенье Fox News. Это вызвало очень агрессивную реакцию со стороны его давнего антагониста генерала Майкла Флинна, который разродился гневной филиппикой в соцсети X. Но Майкл Флинн, как известно, является большим поклонником российского диктатора Путина, поэтому понятное дело, что подобные заявления Майка Помпео не могут вызывать у него никакого восторга, в отличие от нас. Поскольку мы не являемся поклонниками диктатора Путина, очень будем надеяться, что Майкл Флинн будет держаться подальше от администрации Трампа после его победы. Сегодня Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что больше не будет предоставлять блокаторы полового созревания в клиниках гендерной идентичности, заявив, что требуется больше информации о потенциальных преимуществах и вреде. Мы пришли к выводу, что нет достаточных доказательств, подтверждающих безопасность или клиническую эффективность гормонов, подавляющих половое созревание, чтобы сделать лечение доступным в настоящее время, говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения, об этом сообщает The Telegraph. По данным клиники Майо, блокаторы полового созревания могут быть использованы для задержки изменений полового созревания у трансгендеров и молодежи с разным полом, у которых началось половое созревание. Они будут общедоступны только для детей в Англии, которые проходят клинические испытания, сообщили многочисленные средства массовой информации. Молодежная благотворительная организация трансгендеров, простите, Mermaids, заявила, что это заявление было глубоко разочаровывающим и обвинила Национальный совет здравоохранения в провале трансгендерной молодежной политики, сообщает Sky News. В США сейчас наблюдается активное движение за запрет лечения, так называемого лечения, подтверждающего гендерную принадлежность. При этом 23 штата запрещают медикаментозную и хирургическую вмешательство в развитие молодых людей, считающих себя трансгендерами. Предложения о прекращении этой практики в Англии были впервые приняты Национальной службой здравоохранения еще в июле 2022 года в соответствии с рекомендациями, содержащимися в обзоре, проведенном доктором Хилари Касс, бывшим президентом Королевского колледжа педиатрии и охраны здоровья детей. Касс предупредила, что наркотики могут надолго нарушить созревание мозга подростков, потенциально перестраивая нейронные цепи таким образом, которые невозможно обратить вспять. И сказала, что отсутствуют долгосрочные доказательства и собранные данные об их безопасности и эффективности. Бывший премьер-министр Великобритании Ли Страсс заявила, что запрет должен быть распространен и на частную практику, а не только на государственные клиники. Об этом также сообщает The Telegraph. И призвала членов парламента поддержать ее поправку к законопроекту о законах о здравоохранении и равенстве, которые сделают такие рецепты детям незаконными. Я приветствую решение Национальной службы здравоохранения Англии прекратить обычное назначение детям блокаторов полового созревания при гендерной дисфории, сказала она. Я настоятельно призываю правительство поддержать мой законопроект в пятницу, который закрепит это в законе, а также предотвратит частные поставки этих лекарств. Сообщается, что по меньшей мере 100 детям были назначены блокаторы полового созревания за то время, которое потребовалось Национальной службе здравоохранения для принятия своего ответственного решения. Нам всегда было ясно, что безопасность и благополучие детей имеют первостепенное значение, поэтому мы приветствуем это знаковое решение Национальной службы здравоохранения, заявила Мария Кофилд, министр психического здоровья Британского парламента и стратегия охраны здоровья женщин. Прекращение рутинного назначения блокаторов полового созревания может гарантировать, что лечение основано на фактических данных, клиническом заключении эксперта и отвечает наилучшим интересам ребенка. Я не случайно так подробно останавливаюсь на этих деталях, которые, казалось бы, не имеют особого отношения к новостной повестке, но дело в том, что у меня нет никаких сомнений, что в ближайшее же время вся левая пресса поднимет вой по поводу того, что нарушаются права человека, нарушаются права ребенка, детям не дают над собой издеваться, детям не дают уродовать свои тела и психику. Ну, это моя трактовка. Они, конечно, будут говорить по-другому, что люди лишают свободы выбора и так далее. Поэтому очень важно понимать, что те препараты, которые сейчас используются, безотносительно даже нашего отношения ко всему этому трансгендеризму и прочим странным явлениям нашего времени, тем не менее мы должны понимать, что препараты при этом используются крайне малоизученные, оказывающие тяжелое воздействие на психику. Хирургическое вмешательство в таких случаях уже показало неоднократно, что человек, сделавший себе какие-то операции в подростковом возрасте, через несколько лет были случаи уже и самоубийств, когда люди просто понимали, что они изуродовали себя навсегда и ничего сделать в обратном направлении они уже не могут. По этой причине, конечно же, все люди доброй воли, все здоровые и нормальные люди, которые выступают за сохранение здоровья наших детей и подростков, должны совершенно однозначно высказаться и поддержать инициативу Британии, чтобы она смогла состояться и здесь, в Соединенных Штатах. Я думаю, что и здесь нам необходимо на федеральном уровне запрещать подобную вивисекцию и подобные издевательства над детской и юношеской неустоявшейся психикой. В конце концов, если взрослый состоявшийся человек действительно решит, что для него это важно и нужно, он всегда это может сделать и в более, так сказать, зрелом, в более осознанном возрасте. Вот, собственно, такие новости у нас на сегодня. Еще осталось, наверное, только упомянуть, что 12 марта 1939 года появился на свет человек, вошедший в историю под именем Аркадий Северный, советский, антисоветский, скорее правильнее сказать, певец, человек, который умудрился жить в Советском Союзе, не имея вообще никаких документов и, тем не менее, устраивая концерты, выступая, записываясь. В общем, символ борьбы с отвратительной и уродливой советской системой, человек, который прожил, к сожалению, всего 41 год, тем не менее, прочно вошел в историю, вписал свое имя в историю музыкальной культуры, песенной культуры и человек, ради которого, собственно, вокруг которого создается, обозначается целое песенное направление. Его нельзя отнести ни к шансону, ни к каким другим направлениям. Это просто Аркадий Северный. Вот на этом, собственно, на этой приятной ноте я и хотел бы закончить сегодняшний обзор наших новостей. Мы увидимся с вами на канале «Континент», например, завтра в программе «На троих», возможно, и в другие дни. Ну и слушайте Радио Запад, те, кто еще не слушает, где меня больше. Всем спасибо. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok